всем вечерок добрый день среда у нас сегодня 16 декабря вернее не день а уже вечер не сказал бы что слишком поздний время местного 20 минут 9 отстояли мы девятичасовую паузу в общем-то спал и ездить едем дальше так выходим на автопарк короче план какой план судя пройти опять за ночь по максимуму чтобы завтра уже можно было немножко сдвинуть график выезда там подрассчитать короче смотреть по километражу сколько там до барселоны остается ладно это все потом сейчас нам нужно сделать одну вещь нам нужно заехать в сам страсбург и забрать французско-испанско-португальский приборчик оплаты дорог телепас называется то есть нам не нужно будет уже на платках французских и испанских платить карточкой или там наличными а нам нужно будет будем оплачивать все это по прибору прибор заказан прибор получен как сказали активированным это все потом проверим протестируем и находится он у нас в страсбурге но фишка в чем сегодня 16 декабря со вчерашнего числа с 15 декабря во франции германии вели комендантский час в немцам по моему стилете француза с 8 вечера до 6 утра человек который мне его должен отдать он помимо того что им запрещено уже 20 минут 9 уже 20 минут как передвигаться по франции вообще по улице я думал опять через кехель поехать там на этой шелкин автохофе перед границей стать он ко мне подъедет привезет там туда-сюда там подарки передам заберу приборчик и поеду нет так нельзя помимо того что там передвигаться не могут быть тем более через границу пересечь не могут короче мне скинули адрес прислали в самом страсбурге надеюсь мы туда сможем подъехать немножко придется нам там под знаки покрутить я надеюсь нас не сильно там французские жандармы за это накажут скоро мы об этом узнаем вот 46 километров нам остается это уже до точки сейчас через семь километров будем уходить вправо я не думал через сам страсбург ехать думал объеду его и там по другой дороге зайдут и уже пойдем в сторону иллюзо мельхоуз мельхоуз мне мельхоуз больше нравится ну ладно будем называть французский город мельхоуз оказывается пойдем в сторону него по франции ну там бесплатно здесь назваться немецкий авто французский танк бесплатный дэмилюзо вот но в связи с тем что нужно забрать на прибор сейчас мы съезжаем и будем заезжать опять как и прошлый раз позапрошлый через кехель кехель короче сам страсбург за прибором ну и заодно посмотрим что там на границе делается по идее там должны жандармы стоять там кордон там сидела поделимся так сказать на этом довольно скоро тут чуть-чуть нам ехать а эти все комендантские часы вся эта фигня это все связи с этими все связи с этим к видам к видам локдауны к виды тут вся байта короче здесь в европе везде к виду тут закрывается вот 15 числа с вчерашнего дня у них такие жесткие здесь пошли опять ограничения вот такое кино поехали посмотрим через этого получится ну раз и двигаться там нельзя я думаю там город должен быть свободный просто я как вспомню как тбилиси проходят когда комендантский час вообще никого даже собаки не бегут сумаса сейчас посмотрим как франция живет рекомендантском часе вы знаете братцы я четко ну как вот поехал вспомнил что там нам не надо в стразбурге она начались город под знак ехать запрещено ограничение решил все таки поехать вот вокруг объехать то есть мы сейчас зайдем стразбург только немного с другой стороны не через кёхель через напрямую напрямую немножко тут километров 15 лишних вокруг объедем зачем нам без надобности вот поэтому сейчас вот мы будем уже границу пересекать вот рейн с правой стороны ну вам конечно не видно но светится это рейн сейчас посмотрим что тут какие есть тут что-то я как бы никого тут особо не вижу что кто-то стоял вот французская легковая впереди поехала как бы у них тут запрещено границы пересекать ну не знаю сейчас вот во францию перекуримся посмотрим вот знак франция начинается так дозвол у нас заполнен вот увидите все равно во франции кого нету и с немецкой стороны не с французской не шлагбаумов не блоков не блокпостов не дотов не пулеметов нет никто welcome как это пятая республика или как это называется короче добро пожаловать во францию вот просто вместо лодис по идее кто-то должен стоять никого нет короче нету никого поехали нам до отсюда еще 27 километров доехать сам то может быть через город там и было кто-нибудь кстати интересно было посмотреть ну ладно решили сюда и поехали сюда не знаю я огонь и тут комендантский час в грузе был комендантский час там никого не было на дорогу а здесь вон они машины тихо мэрина не мэрина так снижаем с автобана короче едем уже к точке месту встречи на правее на правее на правее на правее да иди ты я знаю что тут так как бы вот мы уже въезжаем под знак грузовым запрещено мне ехать тут 950 метров так что мы тут все рядышком будем надеяться что местные жандармы и нас не арестуют это вот тут вот мы вот где-то здесь мы должны пересечься с человеком потом назад возвращаемся сюда на автобан и погнали уже сторону мелюза ну чем мы не загораемся нет никого по бокам увидеть на лесопеде есть спокойно в общем-то где-то вот здесь мы должны только сейчас надо но понять где нам нужно стать где-то вот здесь там и нужно стать и потом развернемся и обратно поедем очень либо на этой стороне либо на той давайте наверно сразу развернемся разворот не впишешься надо искать пошире перекресток перекресток изменивая машинка перепроложить проявить 3,8 километра да, понятно, сейчас бы тут только развернулся где-нибудь 1,5 километра найти место, где развернулся чтобы ширины хватило сейчас вот впереди перекресток сейчас мы с правого ряда тут и крутанем пропустим всех как бы поворот налево и здесь мы сейчас развернемся дальше куда-нибудь сейчас как поедешь как вобьешься куда-нибудь в самый центр потом будешь сопли жевать нет, нифига здесь мне не получится здесь очень узко блин елки-палки и дальше все как-то все или вот здесь нет, вот здесь наверное здесь наверное получится да, здесь получится ну вот как-то так ну что сделаешь лучше здесь так крутануть чем ехать непонятно куда потом говорю ловьешься в самый центр а потом будешь там локти кусать я не знаю чего нам человечек испугался к нам ехать подскочил бы на машинке где-нибудь на автобан смотрю ездят тут французы и дофонаряем эти все комендантские часы а вот сейчас тут направо и останавливаемся будем стоять ждать на следующем повороте поверните на право на следующем повороте поверните на право в общем вот сюда вот здесь у нас точка ждем ждем он поехал он поехал с кем мы пересекались все сейчас мы выедем там как раз на заправку на шелку я там знаю точно что можно водички набрать и там уже мы с ним тогда разберемся с этим прибором распечатаем посмотрим его скроем коробку посмотрим что как с ним там обращаться вот надо сваливаться отсюда пока нас тут не запеленговали сильно потому что там на этой заправке где я стоял я пошел там водички было невозможно набрать а здесь вот сейчас шелочка будет я точно знаю что я там набирал потому что у меня уже совсем литров 5 осталось из 40 возможных а цене есть good вот и там сейчас потом уже распечатаем его посмотрим как он я даже его глаза то ни разу не видел посмотрим как он выглядит туда-сюда прикрепим в общем разберемся все что надо мы сделали покидаем Страсбург так нам сейчас тут налево но она будет скоро да вот на кальмару в сторону кальмара на следующем повороте поверните налево поверните налево блин сделают же заезды вписывайся здесь потом только ненормально вписался все отлично погнали на эту шелку хорошо дамочки мои и сказано сделано видите все у них закрыто заправка сама-то работает но вот эти ресторанщики вот тут не посидеть не покушать ничего нельзя ничего нельзя сделать заправиться можно да без вопросов подсветили нас сейчас полностью чё ты испугался полностью все наши водные запасы пополним и попрем но почти почти полная так как тут куда попасть упаковочный лист доставку так вот даже наш номер машины n267 и 750 все господи делал того вот и весь прибор вид за какой маленький аккуратненький симпатичненький сказали все активировано а вот все вот эту штучку значит мы сейчас так как это мне так чтобы все на стекло лобовое ставим там его поставим давайте вот сюда прилепим вот только наверно что так надо ставить или не так посмотрю не вот так так должен стоять даже не сюда его а вот сюда может куда-нибудь вот как там как-то он так неправильно по моему уклон у него да не кажется вам зачем неправильно а нет все правильно вот так вот и должен увидеть по картинке все вот он наш прибор французский вот пускай здесь и стоит осталось теперь нога поехать и проверить как он будет арбатом поехали прибор тестировать в общем нам отсюда до барселоны 1136 километров до места выгрузки вот и так заправка была маленькая тут еще перерыли все что не расширяют стоянка маленькая была совсем 1136 ну час я уже все не отработал если захватить 10 кто еще в принципе 9 часов рабочего времени тут как раз с этой водой с этим прибором 45 минут пауза получилось по идее тут по франции то можно километров 700 пробежать и нам останется 400 с копейками по идее неплохо на дальнем выезжаю извините господа французы я что-то натупил все милюз кальмар вот там выходим возле милюза на автобан и испытание прибора я все-таки перевесил правее повесил нормально покатили по ночной франции 10 часов вечера сейчас вот наша первая платежка она здесь фиксированная 1026 стоит едем под эту циферку буковку д телепас пробуем сейчас если все хорошо арбай там все это сим сим откроется сам если нет если нет полезем за карточкой тест тест вот она циферка т буковка т но она и слева он есть видите там местные туда едут мы поедем поскромнее мы не местные поедем крайне правый ряд но и что и еще не срок нет сработало огонь все ура мультики заработала до класс теперь мы вообще крутые еще итальянский поставить и туда можно просто ездить и носу ковыряться целыми днями ни о чем голова не болит тут думаю эту карточку пихать туда-сюда все классно полетели на следующая там платка мне платка берешь как раньше брали цикет там такая же фигня но мы конечно там еще раз проведем включение протестируем повторно потому что они как лицат эти все европейцы да как чуть-чуть и скорость вообще не сбрасывают может это потому что у нас первый раз проезжали они практически не сбрасывают он как шел 90 так и летит под этот шлагбаум он успевает у него подняться сейчас мы на следующий этак проверим тест номер два контрольный здесь если так ехать то варю берешь этот тикет тебе дают и потом уже где будешь съезжать там столько и оплачиваешь широко думается сбрасывать скорость или как шел так и валить вот 70 ограничение скорости 30 под тикет видите написано вот я 30 еду да все видно первый раз ей надо было там одуплиться там туда-сюда новый какой-то появился все супер значит все у нас арбайтон можно смело поливать по ночной франции люблю я по ней ездить движение никакого время без 15 5 видите уже французы тоже начинают просыпаться движняк увеличивается и плюс уже этот это ли он решил в этот раз ли он по через аэропорт не объезжать там подальше километров наверно на 15 на 20 будет напрямую через город здесь тоже как бы автобан решил через него ничего тут уже практически прошли его выходим в сторону марселя еще у нас три часа работы есть так было ограничение скорости обгон здесь будет запрещен небу грузовикам здесь 80 но мы так 85 идем что очень бочка на 80 быстрее он не есть и то этот еще как-то даже не 80 где-то 83 идут немцы так они больше 80 на бочках я не видел чтоб ездили там серьезнее за это наказывают наверно или немцы посерьезнее это у нас раннее утренний леон он видите все светится кругом сейчас получается аэропорт у нас с левой стороны сент экзюперий экзюперий в общем то тут тоже можно здесь ехать в принципе без проблем четырех полоска ну как автобан только через город конечно да в час пик тут можно тут на съездах и встрять ну а как в такое время так даже вообще без вопросов что такое господа французы почему не едем не хотите мы поедем чё 70 едут о пошел об занятии он решил разогнаться просыпайся уже хорош спать там высыпает или просто и счет все не дается ведь я уже 90 его обойти не могу вот гаденыш но нормальный человек то ехал спал по то как пошел на обгон понесся такие тут тоже бывают здесь через какую-то промзону получается вот вон да в сервис промышленная часть леона ну и все и вот сейчас развязка да направо это на греновуль а прямо марсель вот нам нам марсель нормально можно здесь тоже через центр ссоваться я думаю тут в принципе и днем не должно быть больших затруднений очень так мы сегодня рассветы и не дождались Пора остановиться Время 20 минут 8 утра Осталось нам 20 минут работы До следующей заправки 29 километров Можем уже не доехать Да и нет в этом уже никакого резона Тут уже плюс-минус туда-сюда Смысла никакого 440 километров нам до завтра остается До Барселоны Прикинем Встанем, посчитаем Во сколько нам надо выехать Понятно, что это будет не в 7, не в 8 вечера По идее я могу выезжать в пол пятого вечера И по идее я часам к 12 уже могу в Барселону приехать Уже в общем-то как вариант А есть там где стоять Возле выгрузки нету Это не вариант Но мы сейчас тут подумаем Так, все это интересно А где тут стоянка для грузовиков Так, заправка Паркин грузовиков нарисовано направо А, вот В общем-то можно было и туда поехать Там возле заправки стать Там, наверное, какой-нибудь паркинг для автобусов Вот паркинг для грузовиков Как-то тут так далеко все Да, интересно Плавно поверните направо Я тут прощемлюсь Что-то у него открыто здесь Проветривает что ли Пощемиться-то прощемлюсь Ну что я тут буду Вот так сюда очень сломываемся И все, и здесь и будем стоять Все тогда, друзья Паркуемся И будем отдыхать Отдыхать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...